Соревнования по дворовому хоккею организуются второй год подряд. Хотя и нет в нашем городе ледовой арены, для любителей этого вида спорта это не помеха. Выручают дворовые хоккейные коробки. Здесь и проходят игры за звание чемпионов. В прошлом году, рассказывают организаторы, соревнования проходили по олимпийской системе, когда проигравшие выбывали из игры. Теперь правила изменились. Команда каждой из школ играли между собой и так выявлялись призовые места. Наша съемочная группа находится там, где идет борьба за звание чемпиона между школами 1, 3, 12 и гимназией номер 1. Влад Цеглеев ученик школы номер 1, а по совместительству вратарь школьной команды. Опыт в этом ответственном деле у него небольшой, но результаты неплохие. В последнем матче 11-0 было и все. 11? Кто проиграл? Ваши ворота 11? Нет. 4. А, то есть вы ни одного гола не пропустили? Ну мы поздравляем, желаем вам удачи. Хоккей – игра захватывающая. Причем захватывает она не только игроков, но и зрителей. Поболеть за своих приходит группа поддержки. В числе болельщиц и Лера Иванова. Результат не главный, считает она. Я думаю, что они выиграют, но даже если не выиграют, как победа, это не главное. Главное участие. Раз от раза игры между командами становятся интереснее, так как ребята набираются опыта. Дети как бы и стараются уже, они и тренируются, и готовятся к соревнованиям. То есть помимо того, что они на соревнованиях, они приходят и занимаются, сами учатся. И уже как бы класс поднимается в уровень лучше, и лучше играют дети уже. То есть стараются, азарт, и все получаться начинает у них. В борьбе за звание победителя команды сыграли со следующими результатами. 12-я школа и гимназия, счет 4-2. 3-я и 1-я школы, счет 3-2. 9-я и 11-я школы, счет 3-2. РПЛИ и 14-я школа, 9-0. Победитель будет назван в понедельник. Екатерина Соломатина, Владимир Прищепа, Новости. Соломатина, Владимир Прищепа, Новости.